Новости в эфире нашего телеканала в студии Михаил Меньшенин. Здравствуйте! И вот коротко о том, что происходит сейчас в регионе. В регионе продолжают бороться с последствиями весеннего паводка и летнего урагана. Дополнительные средства выделены Вельску и Пинниге. Посмотреть на страну кенгуру, коал и огромных пауков можно, не покидая областную столицу. Архангельский учитель собрала необычный макет Австралии. Сверодвинским школьникам раздали билеты в будущее. Такой профориентационный проект прошел там в третий раз. Регионам нужны дополнительные ресурсы для выравнивания бюджетной обеспеченности. Эта тема поднималась в ходе встречи избранного губернатора Архангельской области с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Александр Цибульский обратил внимание на то, что текущий год оказался сложным с точки зрения бюджетного наполнения. Добыча алмазов и добыча углеводородов, они серьезным образом просевывают. Знаете, что по алмазам у нас сейчас вообще долгое время были закрыты биржи и практически была эта отрасль остановлена. Из-за этого у нас образовались такие дополнительные расходы, которые сегодня требуют нашего реагирования. Мы будем в этой части, конечно, очень поддерживать регионы и помогать, и следить, и контролировать. Если какие-то будут у вас проблемы, сбои дальше, недопонимания, пожалуйста, обращайтесь. В ходе встречи Александр Цибульский представил ряд инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство. Это и поддержка бизнеса в арктической зоне, и строительство жилья для переселения. А уже завтра, 8 октября, состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Архангельской области. Александра Цибульского. Напомним, на выборах главы региона 13 сентября за его кандидатуру отдали голоса почти 70% избирателей. Вот кадры с репетиции. Уже началась подготовка к церемонии. Участие в ней принимает и наш телеканал. Мы будем вести прямую трансляцию инаугурации. Кроме того, церемонию можно посмотреть и в интернете, в группе информационного агентства «Регион 29 ВКонтакте». Итак, 8 октября, ровно в полдень, трансляция из конференц-зала областного правительства. К другим темам, более 6,5 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства региона пострадавшим от весеннего паводка и летнего урагана. Деньги будут перечислены в бюджеты Вельского и Пинежского районов. Суммы включают в себя выплаты по единовременной материальной помощи и компенсации за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Всего на выплату компенсации пострадавшим от весеннего паводка выделено 16,5 миллионов рублей. Деньги пойдут из резервного фонда правительства области. Без виз и авиабилетов побывать на далеком южном континенте. Мечта станет реальностью благодаря архангельскому педагогу. Правда, собирать чемоданы будет не нужно. Путешествие состоится благодаря геомакету. Артемий Заварзин увидел. Побывать на одном из самых удивительных материков, не покидая Архангельск, теперь можно. Геомакет Австралии – маленькая копия уникального места с богатейшей природой, которую с удовольствием разглядывают первые посетители. Я заметила, что тут три коалы есть. Самая большая, есть еще на дереве и вот тут. Как я поняла, тут коалы могут выскакивать на дорогу, но я не очень поняла, тут могут быть аварии или что-то просто происходит. Ответы на тысячу и один вопрос юных путешественников и дает геомакет. Его автор – педагог дополнительного образования Полина Гладких. В своих занятиях она использовала различные игры, фотографии, но наглядности все равно не хватало. Мы решили взять самый простой, как нам казалось, и самый маленький материк. И уже на нем попробовать все технологии, материалы, вообще собственные умения, увидеть, какие мы совершим ошибки, и чтобы в дальнейшем их избежать, потому что задача была сделать, и сейчас она есть – сделать все материки. Тут на помощь Полине пришла художница Людмила Сабинина. Одна часть материалов удалось найти в обычных строительных магазинах, остальное пришлось искать на специальных сайтах для людей, увлекающихся макетированием. В основе лежит пеноплекс самый обычный, строительный, который используют строители для пола, для стен, ну, для разного вида работ. Обычная шпаклевка, тоже строительная. Ну и дальше краски. У животных есть такая самозатвердевающая пластика, вот они слеплены и покрашены краской. Над макетом девушки трудились четыре руки с октября прошлого года. Итог – захватывающее путешествие, в котором интересно и детям, и взрослым. У нас это взрослые, так же, как и дети, радуются, ищут, бегают, интересуются, тоже задают очень много вопросов. Со временем макет будут дополнять новыми деталями, а в планах уже следующий материк – Африка. Артемий Заварзи, Наталья Пулина, Денис Линчевский, Регион 29. В Архангельской области сотрудники ГИБДД и педагоги продолжают рассказывать школьникам о правилах дорожного движения. Необходимость профилактики возникла из-за высокого уровня детского травматизма. На минутках безопасности теория, что называется, отскакивает от зубов. Школьники знают и о светофорах, и о том, что мобильный телефон – не помощник на дороге. Нужно сначала положить в карман, а потом посмотреть на право и на лево. Если все машины остановились, тогда нужно идти. На практике дети все же допускают много ошибок. В этом году на дорогах области больше 150 ребят получили травмы. Двое погибли. За сентябрь только в Архангельске семь пострадавших. В основном ДТП происходили по вине несовершеннолетних при неправильном переходе проезжей части. То есть не убеждались в безопасности движения. Но и водителям стоит быть бдительнее и помнить, что они не единственные участники дорожного движения. Родителям не лишнее вместе с детьми повторять правила в свободное от уроков время, а также по пути в школу. Билеты в будущее начали раздавать северодвинским школьникам. Там стартовал профориентационный федеральный проект. В техникуме строительства, дизайна и технологии, проба, пера по малярным работам, плотницкому делу и электромонтажу. Николай Сып продолжит. Первая группа – ученики 13-й школы. Они попробовали себя в роли плотников, маляров и электриков. Снять изоляцию, подготовить и подсоединить провода. Такая задача стоит для школьников в классе электромонтажа. Это пример схемы звонка школьного. То, что обучающийся нажимает на клавишу, загорается сигнальная лампа, следующая клавиша – подается звонок. Если мои мечты не сбудутся, то я буду рассматривать одну из каких-либо представленных профессий. Мне пока понравился больше электромонтаж, потому что маляр я, ну, не сказать, что самый ужасный, но не очень. Мастер по малярному делу учила школьников работать с трафаретом и декоративной штукатуркой. Работы получились разные, особенно отметили фреску Анны Калины. Это хорошая заявка на мастерство, четкость линий, правильный набор цветов. Наша задача вообще отобрать из всех этих школьников на конкурс WorldSkills, который мы проводим, юниоров. И поэтому вот эта девочка заслуживает у нас сегодня особого внимания. А вот эти большие фрески – работы студентов техникума. Так они готовятся к юниорскому чемпионату WorldSkills. Учебное заведение участвует в соревнованиях профмастерства ежегодно. Пока по электромонтажу и плотникам у нас впереди заслуги. Я надеюсь, что мы все равно выйдем на места первое, второе или третье. А по малярным и декоративным работам у нас регулярные места. Только в том году мы уступили Архангельску. Это уже третий цикл проекта «Билет в будущее» по ранней профориентации. Детям здесь не навязывают профессию, а учат ее выбирать. Все участники на сайте проходят тестирование, чтобы определить свои интересы. Пришли они осознанно. Им действительно интересно попробовать себя в данных профессиях, которые сегодня представлены. Для них эта информация достаточно актуальная. Некоторые ребята планируют поступать после девятого класса. К проекту подключены также три учреждения Архангельска и одно в Котласе. На сегодня зарегистрировано почти две тысячи детей. Запись и прохождение проб возможны до середины ноября. Николай Цыпь, Юлия Куницкая, Сорегион 29. На этом пока все. Увидимся в 19 часов. Не прощаюсь.